Давайте начинать. Сегодня мы продолжим с вами лекции по Python, по языку. Сегодня мы поговорим с вами про классы, про исключения, в целом про концепцию объектно-ориентированного программирования в Python и постараемся успеть модуль Collections. В своем примере я буду обсуждать класс TimeInterval, который задает интервал во времени. Этот пример я позависовал у другого своего коллеги, так что оставил ссылочку на его лекции, если хотите, можете посмотреть. Как у нас в Python задается класс? Есть ключевое слово класс, после которого вы указываете имя класса, который вы создаете. Дальше, так же, как и для функций, вы указываете docString, в котором вы пишете, что, собственно, ваш класс делает, какие аргументы он принимает на вход для метода init и так далее. Есть несколько разных методов. Один из них метод, два подчеркивания init, два нижних подчеркивания, в этом методе вы инициализируете ваш объект, то есть говорите, какие атрибуты создаются, каким значением они должны быть равны. И можете создавать еще какие-то другие методы, например, getLength, который возвращает вам длину временного интервала. Давайте создадим временной интервал. Временной интервал у нас с 6 августа 2018 года по текущий момент. И посмотрим, что у нас такое интервал. Интервал — это экземпляр класса timeInterval, находящийся по какому-то вот такому адресу в памяти. Выведем тип interval и увидим, что это, собственно, класс timeInterval. Можно вывести тип типа экземпляра класса timeInterval. И мы увидим, что тип этого типа — тип. Это означает, что в питоне есть некоторая фабрика, которая вам создает все классы, в том числе и экземпляры классов, и сами классы, которые вот что-то наподобие timeInterval. Этот механизм называется метапрограммирование. Я оставил ссылочку, по которому вы можете прочитать подробнее, что такое метапрограммирование, как оно устроено в питоне. У нас просто, к сожалению, нет достаточно времени, чтобы обсудить, что это. Но периодически на метапрограммирование мы сегодня будем натыкаться. У классов есть атрибуты. Чтобы посмотреть список всех методов и всех атрибутов, нужно вызвать метод функцию dir, которая, собственно, и выведет, что есть в вашем классе. Все атрибуты хранятся в специальном словарике, который хранится по атрибуту два нижних подчеркивания, дикт два нижних подчеркивания. Здесь мы видим, что у нашего экземпляра класса timeInterval есть два атрибута — begin и end. У класса timeInterval тоже есть атрибуты и функции. Здесь мы видим модуль, в котором объявлен класс, видим docString, видим метод для инициализатора, метод getLength, ну и еще что-то. Чтобы получить значение атрибута, нужно обратиться к нему через точку, так же, как и в большинстве языков программирования. Можно получить атрибут по имени с помощью функции getAter. Это может быть полезно в тех случаях, когда аргумент, атрибут, который вы хотите получить, вычисляется у вас динамически. Например, в некоторых случаях я хочу получать begin, в некоторых случаях я хочу получать end, и с помощью функции getAter можно легко реализовать получение такого меняющегося атрибута. Если мы обращаемся к атрибуту, которого нет, то мы получаем исключение attributeError, который нам говорит, что нет такого атрибута, к которому мы обратились. А мы можем сделать атрибуты переменными? То есть, да, можете, например, а равно пяти. Вот так? Ассоцией а равно пяти? А. Сверху а равно пяти. Точка а изменялась, можно ли? А, динамически. Динамически вы можете менять с помощью getAter функции. То есть, вместо begin здесь может быть ставить другая строка, и, соответственно, атрибут с таким именем вы получите. Можно создать здесь вот так, и получить атрибут a. Как мы уже обсуждали на прошлой лекции, на примере функции атрибуты можно создавать прям на месте. Для этого вы указываете, какой атрибут вы создаете, и значение, которое вы ему присваиваете. Видим, что... Мы можем обратиться к этому атрибуту, и видим, что атрибут появился в словарике дванишних подчеркиваний, дикт, дванишних подчеркиваний. Атрибуты можно удалять с помощью ключевого слова del, и мы видим, что атрибут исчезает из словарика dict, и к атрибуту мы больше не можем обратиться, получаем исключение attribute error, который говорит нам о том, что такого атрибута больше не существует. Теперь о методах. Чтобы вызвать метод, так же, как и в других языках программирования, вам к нему нужно обратиться через точку и указать аргументы, которые вы хотите туда передать. GetLength у меня не принимает никаких аргументов, поэтому мне ничего внутри указывать не надо. Что же такое GetLength для экземпляра класса TimeInterval? Это метод из класса TimeInterval, который связан с некоторым объектом в памяти. Напомним, что метод GetLength выглядит следующим образом. Здесь мы передаем некоторый объект self. Self — это ссылка на сам объект. Поэтому, когда вы вызываете здесь метод GetLength, у вас вместо self подставляется сам ваш объект. Здесь в описании метода GetLength это и написано, что это метод GetLength из класса TimeInterval, который связан с некоторым объектом в памяти этого класса. GetLength для самого класса TimeInterval — это просто некоторая функция, которая принимает на вход аргумент self. Это означает, что можно выполнять какую-нибудь такую конструкцию. Вызвать метод GetLength у класса TimeInterval, а в качестве аргумента передать экземпляр этого класса. В целом, это не очень полезно в большинстве случаев, но в некоторых частных случаях это может быть полезно. Например, вот в таком случае. Допустим, у меня есть список строк, я все хотел бы их привести к верхнему регистру. Для этого вместо лямбда-функции я говорю, что я хочу вызвать метод Apar у строки. Я получаю нужный мне результат. Можно было бы написать как-то так с помощью лямбда-функции, но это чуть-чуть длиннее, поэтому можно писать как-то так чуть более короче. Другой пример, когда я хочу объединить все множества, находящиеся в списке. Для этого я воспользуюсь функцией Reduce и также скажу, что я хочу воспользоваться методом Unim для множеств. Вызовем, убедимся, что все работает. То же самое можно было бы написать и через лямбда-функцию, следующим образом, но через метод чуть более короче. Ну и если мы обратимся к методу, которого у нас не существует, мы получим ошибку AttributeError, что у нас такого атрибута не существует, потому что функция, метод — это в некотором смысле атрибут, просто атрибут, являющийся функцией. Есть вопросы по этой обзорной части? Тут все должно быть просто, так же, как и в других языках программирования в целом. Окей, если вопросов нет, тогда поедем дальше. Будем приступать постепенно к обсуждению объектно-ориументированного программирования, так как оно устроено в Python. Начнем с инкапсуляции. В частности, в инкапсуляции нас будет интересовать приватность атрибутов и методов. Напомню, что в C++ есть три типа приватности. Public, когда у вас атрибут или метод является public, и он доступен отовсюду, когда он является protected, то есть к нему можно обратиться внутри экземпляра класса и внутри классов наследников. И метод, и область видимости private, которая делает атрибут видимым только внутри данного экземпляра класса. Создадим класс timeInterval и в инициализаторе создадим чуть больше атрибутов. Атрибут begin с двумя подчеркиваниями, атрибут end с одним подчеркиванием, атрибут secret без подчеркиваний, и атрибут hidden, начинающийся с двумя подчеркиваний и заканчивающийся двумя подчеркиваниями. Создадим экземпляр класса timeInterval и попробуем поочередно обращаться к каждому из атрибутов. К tbr.to.secret, понятное дело, можно легко обратиться, и в питоне методы, не начинающиеся с подчеркивания, это публичные методы. Методы и атрибуты. Если мы обращаемся к методу или атрибуту, начинающемуся с одного подчеркивания, то у нас по-прежнему все работает. Здесь я написал, что это как бы protected, имея в виду то, что это protected означает для программиста. То есть, если у вас какой-то атрибут или метод в классе начинается с подчеркивания, это означает, что программист не хотел бы, чтобы вы его вызывали руками. Вы, конечно, можете его вызвать, но этот вызов должен быть чем-то серьезно оправданным. Как я уже показал, к таким атрибутам можно было легко обращаться. Обратимся к атрибуту, начинающемуся с двух подчеркиваний, и видим, что здесь мы уже обратиться не можем, получаем ошибку attribute error, что такого атрибута нет. При этом вызовем метод GantLength, который использует атрибут begin с двух подчеркиваний. Видим, что он работает, значит, внутри класса мы все-таки имеем доступ к атрибуту два нижних подчеркивания begin, два нижних подчеркивания. Но Python не был бы Python, если бы даже к приватным атрибутам нельзя было бы обратиться. Давайте посмотрим, что у нас хранится в словарике dict, и увидим, что атрибут begin на самом деле существует, он просто переименовался. Начинается с нижнего подчеркивания и имя класса, к которому этот атрибут имеет отношение. Поэтому к приватному атрибуту можно по-прежнему обратиться. Приватные атрибуты нельзя создавать прямо на месте, вне экземпляра класса. Давайте попробуем создать и обратиться, и видим, что мы можем по-прежнему обратиться к атрибуту два нижних подчеркивания atr. Давайте вызовем, посмотрим, что у нас в dict, и видим, что этот атрибут просто такой и залез, двумя нижними подчеркиваниями. Ну и обратимся к атрибуту два нижних подчеркивания hidden, два нижних подчеркивания, и увидим, что к нему мы тоже легко можем обратиться. Два нижних подчеркивания в начале и в конце говорят нам о том, что метод или атрибут является системным. Поэтому такие атрибуты свои создавать не стоит. Вы можете их создавать, например, методы, начинающиеся с двух подчеркиваний и заканчивающиеся двумя подчеркиваниями, но для того, чтобы, например, выполнить перегрузку некоторого оператора. Свои с новыми именами создавать не нужно. Есть вопросы по этой части? Да. Если вот мы можем создать вне класса поле с двумя нижними подчеркиваниями в начале. Если мы сейчас попробуем создать поле с двумя нижними подчеркиваниями, назовем его begin, и потом в классе будем обращаться в функции его... Давайте попробуем. Какое из них вам вызвать? Он обращается к публичному атрибуту по той причине, что внутри он называется как атрибут два нижних подчеркивания begin, а приватный атрибут, который был объявлен вот в инициализаторе, он переименован. А в методах класса? Внутри вот здесь? В методах класса мы обращаемся через просто два нижних подчеркивания. Давайте попробуем. То есть... Нам нужно вызвать метод getLength. Давайте вызовем. Обращается к приватному. То есть к новому мы здесь никак не сможем обращаться? Можно попробовать через getAter, но я так тоже не уверен, что так будет работать. Дикт, получается, что-то объявляется у нас? Что еще раз? Дикт. Дикт у вас содержит словарик атрибутов, которые хранятся либо в классе, либо в экземпляре класса. Кроме системных, получается, да? Ну, в целом, да. Смотрите, init — это все-таки метод. Метод у нас хранятся в дикт, но для класса timeInterval. Вот сейчас давайте timeInterval дикт. И вот он, методы need, вот метод getLength. А чтобы добавить атрибут в класс? Это не айс? Можно добавить атрибут в класс. И он очевидным образом появится здесь. Ну, давайте попробуем удалить из словарика. Он просто удаляется. Насчет методов init я полагаю, что они защищены, но, видимо, нет. можно чуть-чуть развернуть вопрос. Он отражает только перегруженные, потому что давайте вот вызовем функцию dir timeInterval и увидим, что здесь гораздо больше всего. А словарики дикт чуть меньше. Поэтому он отражает не все. Он отражает только то, что перегружено, создано вами. Еще вопросы? Ну, а, собственно, какие еще атрибуты, они за счет чего появляются? Те, которые не сопоемные. Ну, смотрите, вот есть атрибут, например, класс, с помощью которого мы можем получить класс. Это то же самое, что вызов вот такой штуки. или я не очень понял вопрос? Он здесь у самого класса и у экземпляра класса? Ну, атрибут класс, да. У вас в питоне все является классом? Ну, если вы про сам словарик, то его как бы, сейчас, давайте вызовем, то его нет. Там никакие функции, методы не отображаются. конечно же, вы к interval можете записать какую-нибудь функцию, например, такую, и она очевидным образом появится здесь. Еще вопросы по этой части? Что еще раз? Вот так? Вы задаете очень, как бы, сложные вопросы, которые вы как бы, сами можете это все попробовать. Ваши ноутбук, ладно, у вас ноутбук закрыт, но в целом все, да, вы можете его открыть и попробовать такие вопросы. еще вопросы есть? Окей, давайте тогда поедем дальше. Давайте теперь обсудим чуть более подробно атрибуты, уже не экземпляров класса, а самих классов. И давайте поставим задачу, что мы хотели бы иметь класс timeinterval, который задает нам по-прежнему временной интервал, но начало интервала у нас заполняется значение по умолчанию каким-то конкретной датой и значение в конце тоже заполняется значением по умолчанию, но равняется текущему времени. И посмотрим, как нам эту задачу решить. Давайте попробуем это сделать наивным образом. Внутри класса timeinterval объявить два атрибута. Один default begin, который будет нам говорить о значении по умолчанию для начала, а и default end то же самое для значения в конце. Ну и если begin и end равны нам, то мы подставим это значение по умолчанию. Также создадим метод set default end, который будет устанавливать нам новое значение по умолчанию. Видим, что словарик и дикт для класса timeinterval у нас появились два атрибута default begin и default end. Поэтому в целом их можно воспринимать как некоторые статические атрибуты экземпляров класса, как это могло бы быть в C++. Давайте вызовем, создадим один экземпляр класса timeinterval, подождем немного и потом вызовем второй. и что мы видим, что значение default end у нас для экземпляра класса timeinterval в начале и в конце оно совпадает. Почему это происходит? Происходит это потому, что значение переменных default begin и default end заполняются в тот момент, когда вы объявляете класс timeinterval. У вас создается новый объект с дополнительными атрибутами default begin default end и default end заполняется тем временем, когда у вас был создан сам объект timeinterval, то есть у вас произошло объявление вашего класса. Эта часть понятна. Это чем-то похоже на значение по умолчанию для функции. Вы объявляете функцию и в этот момент у вас создается значение по умолчанию. Дальше в процессе у вас используется ссылка на это значение по умолчанию. Здесь примерно то же самое. У вас создается атрибут и дальше ссылка на этот атрибут просто используется. Давайте попробуем поменять значение по умолчанию с помощью метода setDefaultEnd метод setDefaultEnd выглядит следующим образом. Вызовем и посмотрим что произойдет. Произойдет следующее DefaultEnd для экземпляра класса TimeInterval поменяется а для самого TimeInterval оно останется прежним. Давайте взглянем на словарик dict и увидим что здесь появился атрибут DefaultEnd до этого его не было. Что здесь происходит? Это чем-то напоминает поиск переменной внутри ваших функций. Если вы не создаете новую переменную а просто хотите к ней обратиться то сначала атрибут ищется внутри экземпляра класса если он там есть то используется а если нет то соответственно переходим на область видимости выше то есть сам класс если там находим переменную то ну атрибут то получаем из него значение если не находим возвращаем ошибку мы сейчас мета классы не обсуждаем соответственно когда вы создаете свой атрибут он создается прямо на месте то есть не важно был он не был если не был то прям создали на месте и вот он появился атрибут default end для экземпляра класса interval что же делать давайте начнем с изменения атрибута default end внутри самого класса time interval для этого существует два способа первый способ это внутри метода объявить обратиться явно к классу то есть вот здесь указать что мы обращаемся к классу time interval и дальше к его атрибуту второй способ это воспользоваться декоратором класс метод то есть объявить класс метод то есть метод который будет связан именно с классом вместо ссылки self будет передаваться ссылка класс на сам класс давайте создадим экземпляр класса time interval и посмотрим что для него такое get length напомню что get length это метод get length для класса time interval который связан с некоторым экземпляром этого класса конкретным хранящимся по некоторому адресу в памяти для time interval get length это просто некоторая функция которая принимает на вход один аргумент метод set default end который мы сделали класс методом он выглядит следующим образом это метод set default end для класса time interval который связан непосредственно с классом ну и для самого класса ничего не меняется это по-прежнему метод который связан с классом с вашим заданным классом с классом time interval давайте попробуем вызвать метод с default end и посмотрим что произойдет с атрибутами default end видим что в этом случае они меняются и там и там можно проверить что в случае interval у вас новый атрибут не появился у вас изменился атрибут именно внутри класса метод класс метод можно вызывать у класса можно вызывать у экземпляра класса в целом и так и так будет работать но наверное все-таки предпочтительнее класс методы вызывать у самих классов а не у экземпляров класс экземпляр класса нельзя потому что у вас автоматически разрешается вот эта ссылка cls разрешается она тем что туда передается сам класс а не экземпляр класс нет self это не ключевое слово cls это не ключевое слово это просто такое соглашение среди программистов что ссылка на самого себя называется self а ссылка на класс называется cls в целом вам ничто не мешает называть это по-другому но так никто не делает просто такое соглашение среди программист такой контракт понятно чем класс методы отличается от обычных методов или нет я могу повторить если непонятно ну в целом да как бы они нужны если вы хотите поменять экземпляр атрибута класса вот как в этом примере можно делать и так но так типа тоже не очень красиво потому что сегодня time interval у вас называется time interval а завтра он может называться как-нибудь по-другому а вот эта штука вам гарантированно будет работать окей если вопросов нет то давайте пойдем дальше помимо класс методов можно создавать и статические методы для этого используется декоратор статик метод как и в случае c++ статические методы это те методы которые не имеют доступа к экземплярам класса и к самому классу к атрибутам и методам которые там хранятся давайте посмотрим на метод get default and который мы объявили статическим видим что это просто функция которая удовлетворяет вот этому объявлению что функции ничего в себя не принимая для класса time and terrible все то же самое это просто функция которая удовлетворяет вот этому объявлению статические методы можно вызывать как из экземпляров класса так и из самого класса но наверное опять же стоит вызывать их из класса нежели чем из экземпляров класса здесь мы используем статический метод get the fulltend чтобы получить текущее время и при создании нового объекта мы каждый раз будем вызывать этот метод если вент нам ничего не было передано давайте вызовем и убедимся что значение nt у нас меняется видим что при первом вызове оно равно 46 секундам последний вызовером но 49 секунда у вас может возникнуть резонный вопрос зачем нужны статические методы когда есть класс методы в целом ответ наверное широкий ответ короткий незачем но если чуть-чуть углубиться в тему то у статических методов и у класс методов все-таки есть некоторые отличия которые делают в некоторых случае использование статических методов оправданными например вы хотите создать какую-то функцию которая логически связана с некоторым классом например в модуле iter tools есть класс чейн чейн вызов чейн вам создает объект который соединяет все итерируемые объекты вместе то есть когда вы будете 3 радоваться по нескольким вы будете сначала про итерируетесь по одному объекту потом про итерируетесь по следующему потом про итерируетесь по следующему по сути он объединяет вам в цепочку несколько итерируемых объект у него есть метод from iterable который позволяет передавать аргументы чуть-чуть по-другому не так как в инициализатор чейн логически from iterable по-прежнему имеет отношение к чейн он просто создает объект чейн но немного по-другому с другим количеством аргументов поэтому логично сделать его статическим потому что ему собственно не нужно обращаться ни к данным чейн не к данным экземпляра класса чейн при этом логично его поместить в класс чейн потому что это оля не некоторая другая форма инициализатора того же самого объекта чейн понятно зачем нужны эстетические методы понятно чем мы не нужно передавать ничего да да еще раз напомню что статические методы у вас объявляются с помощью декоратора static метод соответственно класс методы с помощью декоратора класс метод если у вас нет вопросов то мы поедем дальше если есть вопросы то я постараюсь на них ответить декоратора вы можете воспринимать также как функцию которая принимает на вход функцию немножко меняет поведение этой функции конкретно static метод является дескриптором то есть декоратором который вам возвращает некоторый другой класс который в котором переопределяются другие методы дескрипторы по-прежнему имеют отношение к метропрограммированию а метропрограммирование мы пока что не затрагиваем если вы хотите затронуть вы можете почитать сами что еще раз смотрите у вас создается новый класс и дальше ссылка атрибут это по-прежнему та же ссылка как ну как будто бы это было переменной мы просто говорим что эта ссылка теперь указывает на другой но новый созданный объект соответственно старый объект он существует пока существует текущий обертка над текущим объектом потому что по-прежнему остается ссылка говоришь коллектор не может у вас удалить старый метод если вы про это спрашивали еще вопросы есть окей если вопросов нет то тогда давайте поедем дальше к вычислимом атрибутом классом которые называются property допустим мы хотим продолжить работу с классом time interval но хотим чтобы конечное значение у нас конец интервала всегда был больше либо равен его начал давайте начнем с инициализатора потому что это первое место в котором у нас используется атрибут and здесь мы также проверяем создаем значение по умолчанию если ничего не было передано а в сам атрибут мы присваиваем максимальное значение если у нас конец меньше чем бегина то мы присвоим бегин а если больше то соответственно присвоим и для вызова инициализатора у нас по-прежнему все работает то есть атрибут and принял корректное значение но не все же создают атрибуты внутри класса и как бы не все меняют их внутри методов можно поменять атрибут вне класса и мы увидим что здесь у нас дальше все рушится здесь атрибут and стал принял некорректное значение что с этим делать здесь как раз и нам помогут вычисляемые атрибуты то есть property что меняется по сравнению с предыдущим примером инициализатор у нас остается таким же как и есть за исключением того что мы переименуем атрибут begin и переименуем атрибут and атрибут and мы объявим как property а дальше установим методы для работы с этим новым атрибутом объявим setter который декларирует нам логику как у нас устанавливается атрибут здесь если у нас значение пришедшие больше чем начало интервала то мы установим его если меньше то установим начало getter нам нужно оставить просто таким какой он есть и deleter оставить тоже таким какой он есть просто удалить атрибут and get link у нас соответственно тоже немножко поменялся потому что поменялись атрибуты ну и на этом собственно все это все изменения по сравнению с предыдущим примером давайте создадим экземпляр класса интервал и видим что здесь по прежнему все работы теперь давайте атрибут and присвоим какое-нибудь другое значение и видим что она у нас автоматически привелось к нужному значению что это 1 января 91 года так как мы объявили deleter мы по-прежнему можем удалить атрибут begin и простите мы давайте удалим атрибут and потому что все таки мы сделали property удалим и видим что больше мы к этому атрибуту не можем обратиться понятно для чего нужно вычислим и свойства ну хотя бы в этом примере смотрите setter getter и deleter это заранее проопределенные имена это декоратор and это соответственно имя свойства то которое вы создали вот она вот здесь and и дальше она везде используется как and смотрите декоратор setter смотри and это по-прежнему некоторая форма дескриптора вот такой вызов декоратора setter что он делает он переопределяет метод set для дескрипт для дескриптора который был вот здесь создан у классов есть так скажем магические методы о которых мы поговорим с вами чуть попозже в частности есть методы которые отвечают за установку значений установку атрибутов внутри класса на изменение и на удаление метод setter у and создает вам новый новую функцию которая определяет как вам нужно получать атрибут то есть переопределяет магический метод для получения атрибута у дескриптора and я ответил на ваш вопрос я понимаю что это как бы очень сложно понять когда когда вы не знаете что такой дескриптор что это да это некоторая форма дескриптора и у него внутри есть методы для установки значений метод для получения значения и метод для удаления значений когда мы вызываем вот такой декоратор мы в переопределяем один из методов внутри and и дальше когда мы обращаемся к and мы вызываем у него метод соответственно для установки значения and по сути все внутри себя хранит ссылку ну на вот этот self and грубо говоря и дальше внутри себя то есть and это некоторая обертка над некоторым атрибутом над некоторой переменной на некоторым объектом вот эти декораторы переопределяют методы получения этого атрибута соответственно этот для установки атрибута этот для получения атрибута этот для удаления атрибута Давайте тогда поедем дальше. Рассмотрим еще один пример вычислимого read-only атрибута, то есть значение которого мы можем только прочитать, но изменить никак не можем. Рассмотрим класс rectangle, который на вход получает ширину и длину прямоугольника. И создадим свойство square, которое вычисляет площадь. Свойство можно объявлять следующим образом с помощью декоратора property, но по умолчанию вы объявляете только getter, насколько я помню. Давайте создадим экземпляр класса rectangle и видим, что мы можем получить значение площади просто как по имени атрибута. Соответственно, если мы поменяем, то площадь тоже поменялась. При этом мы не можем установить в square какое-то другое значение. Если мы попытаемся это установить, то получим ошибку, что атрибут у нас только read-only, мы не можем установить ему новое значение. По сути, это эквивалентно тому, что мы объявили бы... Давайте напишем. По сути, это эквивалентно следующему, что вы объявляете класс rectangle, в нем объявляете square равным property, а дальше устанавливаете для него только getter. вызываем, и можно убедиться, что площадь у нас по-прежнему вычисляется, изменить мы площадь не можем. Вот эти две записи, они, по сути, эквивалентны. Что с помощью декоратора property, что с помощью создания property явно и использования декоратора для getter. Давайте еще один пример. Давайте обсудим, как превратить атрибут value просто в read-only атрибут. Если кто-то уже догадался, как это сделать, то здорово. Если кто-то не догадался, то я напишу еще разок, чтобы все поняли, как работают property. Давайте создадим getter, который говорит нам о том, как получать значение. Давайте это сделаем вот так. И скажем, что это property. Так. Секундочку. Вот так. Мы смогли создать экземпляр класса A. Видим, что он создался, и можно получить значение value. Оно равно 12, то значение, которое мы передали в инициализатор. При этом значение само мы поменять не можем. Понятно, как работают property. Вернее, для чего они нужны. Понятно, как создавать property? Окей, если вопросов нет, то давайте пойдем к следующей части, к слотам. Это последний кусочек перед перерывом. Слот позволяет вам зафиксировать те аргументы, те атрибуты, которые будут созданы внутри вашего класса. То есть, никакие другие атрибуты создать уже будет нельзя. Здесь мы говорим, что для класса timeInterval мы хотим зафиксировать два атрибута. Один атрибут begin, второй атрибут end. В инициализаторе присваиваем им значение, ну и дальше метод getLength, который возвращает длину интервала. Метод getDefaultEnd, который просто нигде не используется, просто здесь остался. Давайте создадим экземпляр класса Interval и попробуем ему добавить новый атрибут. Видим, что у нас это не получается сделать. По-прежнему к старым атрибутам мы можем обращаться, можем их удалять и можем заново присваивать им новые значения. Зачем нужен слот? Слот нужен для того, чтобы... В частности, для того, чтобы еще и экономить память. Здесь вы явно говорите, что у вас будет только два атрибута. Хранение кортежа, это чуть-чуть занимает в памяти чуть-чуть меньше, чем хранение изменяемого словарика. Давайте убедимся в этом. Мне нужно будет поставить пакет Memory Profiler, потому что он меня не установлен. Для того, чтобы проверить, что у меня вообще происходит с потреблением памяти. Создадим экземпляр класса A, который работает без слотов, и посмотрим, как изменится у меня потребление памяти. Вижу, что для создания миллиона объектов мне потребовалось 180 мегабайт памяти. То же самое с слот. Видим, что почти в два раза памяти меньше. Понятно, для чего нужно слот. В чем его плюсы. Еще одно замечание. Запись слот, а запятая, это значит, что еще можно создавать? Это просто так формирование кортежа. Кортеж из одного элемента. Ну, то есть больше, получается, нельзя. Нельзя. Почему памяти меньше стало? Мы же атрибуты какие-то пользы не создают. Потому что хранение словарика — это чуть более дорогая операция, чем хранение кортежа из двух элементов. Еще можно убедиться. Давайте создадим экземпляр класса А. И попробуем обратиться к dict. И видим, что атрибут dict у нас пропал. Что у нас остался только атрибут slots вместо него. Это тоже за этим важно следить. Поэтому у вас могут возникнуть, ну, например, некоторые проблемы, если вы хотите, ну, отнаследоваться от объекта. Здесь могут возникнуть проблемы со slots. Поэтому пользоваться slots нужно... Он все выкинул, да, кроме... Да, slots вам оставил только один атрибут, ссылку под один атрибут, а словарик dict, где у нас раньше хранились атрибуты, он пропал. Давайте продолжим. Теперь поговорим о магических методах, о которых мы уже немножко затрагивали сегодня. Магические методы — это те методы, которые начинаются с двух подчеркиваний и заканчиваются двумя подчеркиваниями. Эти методы реализуют некоторую определенную логику. Например, перегружают вам... С помощью них можно перегрузить оператор плюсик, с помощью них можно перегрузить оператор in, с помощью них можно перегрузить приведение, например, к intu. Давайте посмотрим несколько примеров. Начнем с того, что... Вот с первого примера элемент кольца вычетов по модулю 4. Как должен работать класс? Когда вы складываете два числа, вы получаете некоторое число, а дальше от этого числа берете остаток по модулю 4. Аналогично для произведения. Внутри я говорю, что я буду использовать модуль равным 4. При создании атрибута я возьму остаток при делении на 4. Для приведения к intu я создам специальный метод, перегружу метод 2 подчеркивания, не 2 подчеркивания, в котором я буду возвращать просто само значение, которое хранится внутри класса обертки. Перегружу метод and, который реализует логику того, как я складываю два числа. Для этого мне в конструктор просто нужно передать сумму двух чисел. Ну и аналогично для произведения. Убедимся, что все работает как надо. 1, здесь должно получиться 2, здесь должно получиться 2, здесь должно получиться 1. Ну и я могу привести к intu, получив просто число 3. Тут должно быть все понятно, если у вас есть вопросы, задавайте, если вопросов нет, то давайте пойдем к следующему примеру. По сути, все сводится к тому, что вы должны знать, какой метод вам нужно перегрузить, перегружайте этот метод, дальше все работает. Посмотреть, какой метод нужно перегрузить, можно это посмотреть в документации. Это зависит от вашей логики. Здесь, например, можно было бы складывать что-нибудь типа такого, и очевидно, при такой реализации add у меня ничего работать не будет. То есть здесь мне нужно добавить какую-то другую логику, например, сделать что-нибудь типа такого, int object, ну а здесь просто обращаться к value, и тогда все будет работать. Окей, давайте пойдем дальше. Про строковые методы. Есть два метода. Один репор, второй стр. В чем их отличие? Стр обычно возвращает вам строковое представление для объекта, но в человекочитабельном формате. Репор возвращает объект в формате, понятном для питона. То есть если вы выполните строку, которая возвращает репор, то вы должны получить некоторый объект. Давайте создадим экземпляр класса planet, add, в который я передаю имя, массу и радиус. Вызову print, получу вот такую строчку. Можно вызвать явно str earth, и я вижу, что то же самое. То есть при вызове print у вас автоматически вызывается метод str. когда я оставляю просто earth, то он мне печатает то, что бы напечатал бы просто репор. Если мы напишем репор, то получим то же самое, но в формате строки. Про то, что репор должен возвращать строку, понятную для питона. Что это означает? Что если вы выполните эту строку как код, то вы получите новый объект. Давайте выполним как строку с помощью функции val, и увидим, что это у нас создался новый объект, в котором есть свои атрибуты. Можно обратиться, например, к атрибуту name, и все будет работать. Понятны отличия стр и репор? Что для чего использовать? Окей. Давайте тогда поедем дальше. Еще один пример, в котором мы одной ногой снова вступим в метапрограммирование. Я хочу создать single tone. Single tone — это, или по-русски одиночка, это такой паттерн проектирования, который позволяет вам во всей программе иметь только один экземпляр объекта данного класса. Здесь мне нужно перегрузить метод new, который является конструктором. В конструкторе я проверяю, есть ли у меня уже некоторый созданный объект. Если он не был создан, то я создаю новый объект и сохраняю его в атрибут класса single tone. Ну и в конце возвращаю экземпляр этого класса. Вызовем, создадим два объекта. В один передадим единичку, во второй ничего. И видим, что эти оба объекта, и а, и б, имеют один и тот же адрес. Здесь же мы можем сравнивать эти два объекта через из, потому что а и б это просто ссылки на один и тот же объект. Ну, можно убедиться, что instance это тот же самый объект по тому же самому адресу. В питоне есть свои синглтоны, например, none это синглтон. Можно убедиться, что их идентификатор для none, он один и тот же. Поэтому в питоне принято с none сравнивать через из, а не через равно. Как бы можно сравнивать и через равно, но все-таки программистами больше принято сравнивать с из, потому что none это синглтон, а из это более жесткое сравнение, чем сравнение на просто равенство. Ну и да, метод new это конструктор, и конструктор это нас опять относит к тему про метапрограммирование, которую мы сегодня не затрагиваем. Если вы хотите почитать про метапрограммирование, то вот вам ссылочка. Может возникнуть вопрос, например, как нам сделать несколько классов синглтонов. Допустим, один класс синглтон, например, класса, и второй класс синглтон тоже, ну, например, класса B. Здесь нам помогут декораторы для классов. В прошлый раз я говорил, что декораторы — это функция, которая принимает на вход функцию и возвращает функцию. Здесь мы расширим это понятие немножко. Так как функция — это в питоне класс, то в целом функцию вы передаете просто класс. Поэтому декоратор, как в случае функции, он меняет поведение вашей исходной функции. То же самое и для класса. Он немножко меняет поведение вашего класса. Сделан такой декоратор, который на вход принимает класс и создает переменную instance, в которой будет хранить, собственно, то одно значение, которое будет создано. Дальше делаем декоратор. Внутри нам нужно обращаться по non-local к instance, потому что instance — это переменная из-за поясающей области видимости, и нам ее нужно будет менять. Проверяем, что instance — none, значит, у нас нет еще ни одного объекта. Если ни одного объекта нет, то создаем экземпляр объекта этого класса. Ну и возвращаем экземпляр объекта. Создадим класса, который ничего не делает, и создадим два экземпляра класса. Убедимся, что здесь разный адрес у этих двух объектов, потому что они не синглтоны. Скажите, пожалуйста, non-local в одной области кто-то поясающий смотрит? Он смотрит только в поясающую область. И теперь навесим декоратор на класс и убедимся, что адреса уа у нас теперь одинаковы. Мы сравниваем по is, а is мы проверяем, что это ссылки указывают на один и тот же объект. Понятно, что вместо декоратора на вход декоратору можно подавать функцию. Не только функции, но какой-нибудь другой класс. Логика декоратора заключается в том, что вам нужно поменять поведение. И поведение можно менять не только у функций, но и у классов. Да? Еще раз. А что делает собака functools? Собака functools reps перегружает вам имя. Если мы будем делать без нее и сделаем посмотрим, какое имя у объекта name, то мы видим, что имя у объекта name это wrapper. Декоратор reps позволяет нам делать так, чтобы имя декорируемого объекта не менялось. я добавил reps, и имя а у меня по-прежнему осталось а. Еще вопросы? Окей, давайте тогда еще один пример. Опять продолжим разговор про декораторы. В прошлый раз мы с вами обсуждали, как создавать параметризируемые декораторы, и это было тяжело, потому что внутри было очень-очень много функций, и логика того, что происходит, она немножко терялась. Функции это тоже класс, но классы особого типа отличаются они от всех остальных тем, что у них есть метод call. Поэтому, чтобы сделать свою функцию, вам нужно перегрузить метод call. Давайте создадим класс логер, в который в инициализатор мы будем запоминать имя файла, в котором мы будем писать, а метод call будет работать просто как декоратор, возвращать новую функцию, которая добавляет логику к уже исходной функции. Здесь в методе call просто обычный декоратор. вызываем логер, создаем, получаем здесь функцию, а дальше с помощью этой функции оборачиваем функцию сумматор. То же самое можно сделать без создания переменной, то есть сразу здесь указать логер и указать аргумент, который нам нужен. Мы убедимся в том, что файлик у нас что-то записывалось. Вот вызов соответствующий 12, и вот вызов соответствующий 17, соответственно строка с 12, строка с 17. Ну и не забываем про декоратор wraps, который перекрывает вам имя вашей функции, делает его таким, каким она должна быть. Понятно, как делать декораторы с помощью классов? По сути, вам нужно декоратор запихнуть в метод call, потому что call соответствует просто вызову функции. Можно писать просто свою функцию какую-нибудь, например, которая умножает а на b. С помощью классов, соответственно, здесь, в методе call, вы будете реализовывать умножение. еще раз спрошу, есть вопросы? Понятно, что произошло? Окей, если вопросов нет, тогда поедем дальше. Давайте создадим класс, который будет итератором. итератор по сути это класс, который поддерживает интерфейс, состоящий из двух методов. Метод iter, который, с помощью которого вам вернется некоторый объект, а у этого некоторого объекта, который вам вернулся, есть, должен быть объект next для получения значения одного за другим. Создадим собственный класс range, который будет повторять логику обычного range. в инициализатор мы передаем три аргумента, значение с которого итерируемся, по какой значении итерируемся и с каким шагом идем. Присываем это все в атрибуты, реализуем два метода. Метод iter, который нам будет возвращать самого себя, и метод next, который будет поддерживать реализацию вызова функции next. Что здесь нужно сделать? Если у нас текущее значение, до которого мы дошли, оно больше конечного, то нам нужно бросить исключение, то есть сообщить то, что наш итератор он закончился. Если это не так, то нам нужно сохранить текущее значение, потому что мы его будем возвращать, и текущее значение увеличить на значение шага, которое мы задали в инициализаторе. Ну и в конце вернуть сохраненное значение. Убедимся, что все работает, проэтерировалось от 1 до 7 с шагом 2. То же самое можно делать следующим образом, просто вызывая метод next у r, получая одно значение за другим. Есть вопросы по тому, как создавать собственные классы итераторы? Зачем они итераторы? Чтобы вернуть объект ссылка на себя. чтобы была поддержка возможности итерации вот здесь. В целом, возможно, и без него будет работать, но я не уверен. Не будет, потому что в случае for, когда вы итерируетесь по for, у вас сначала вызывается метод iter, который вам возвращает некоторый объект итератор, а потом из этого объекта итератора извлекаются значения одно за другим с помощью метода next. Здесь метод, если не переопределю итер, то не будет понятно, из какого объекта нужно вызывать метод next. еще вопросы? В целом, в iter можно возвращать не себя, а какой-нибудь новый объект, который будет поддерживать метод next, чтобы получать значение. Например, в случае списка, давайте создадим какой-нибудь список и вызовем iter. Здесь мы получаем некоторый другой объект, итератор, который поддерживает операции next. Он в некотором смысле обособлен от самого списка. Это может быть полезно, например, если вы не хотите внутри своего класса создавать какие-нибудь атрибуты, которые будут вам поддерживать итерацию. здесь еще раз. Да, вы можете создать свой, ну, то есть здесь не возвращать self, а возвращать некоторый другой объект, у которого есть метод next, чтобы можно было извлекать одно значение за другим из него. как бы здесь я могу удалить метод self, с форм у меня, как мы убедились, ничего работать не будет, но вот здесь все будет работать, потому что у объекта range есть просто метод next, и функция next просто дергает вот этот метод два нижних подчеркивания next. смотрите, next вот это это просто встроена функция, да, встроена функция дергает вот этот метод next, соответственно встроена функция iter дергает метод два нижних подчеркивания iter два нижних подчеркивания это еще раз объясняет то, что не нужно явно дергать методы с двумя подчеркиваниями, потому что всегда есть какая-нибудь встроенная функция, либо функция находящаяся в каком-нибудь модуле, например, в модуле оператор, которая может дернуть эту функцию за вас и будет понятней, дергать функции с двумя подчеркиваниями это плохой тон, так делать не нужно. есть еще вопросы по этой части? Плохой тон по договоренности программистов или этого есть реальные причины? По договоренности программистов, ну, как бы, ничто вам не мешает дергать метод next, ничто вам не мешает обращаться к приватным атрибутам, просто кажется, что это плохо. это нарушает принципы инкапсуляции, скажем так. Окей, если по этой части нет, то кратенько расскажу еще про два метода. Есть метод contains, с помощью которого можно реализовать проверку на то, есть ли элемент в вашем объекте или нет. Можно метод contains не перегружать, сейчас, еще разок, метод contains вам нужен для того, чтобы у вас работала вот такая конструкция, конструкция с ключевым словом in. В целом, можно не перегружать метод contains, если у вас перегружен оператор iter и оператор next, но тогда contains будет работать соответственно неэффективным образом, по сути у вас из вашего объекта будет извлекаться один объект, один элемент за другим и пока вы будете итерироваться по вашему объекту до тех пор, пока у вас не будет выполнено условие, что типа пятерка равна одному из этих значений. Ну, так как это работает в списках, то есть чтобы посмотреть, проверить, есть ли элемент в списке, нужно проитерироваться в худшем случае по всем его значениям. Для хэш-таблицы итерироваться по всем значениям не надо, достаточно получить хэш и проверить, что в ячейке хэш-таблицы есть это значение. И есть второй метод хэш, который нужен для того, чтобы рассчитать хэш у объекта. Хэш нужен для того, чтобы создавать хэшируемые объекты. Хэшируемые объекты можно помещать в множество и можно помещать их в словари в качестве ключей. Давайте пойдем дальше. Теперь поговорим о наследовании в Питоне. Создадим класс rectangle, в котором есть инициализатор, в котором мы создаем несколько параметров ширину, высоту прямоугольника и некоторый атрибут secret. Создадим метод area, который считает площадь прямоугольника. Создадим метод trickSecret, который что-то делает с приватным атрибутом. И создадим приватный метод. чтобы отнаследоваться от какого-нибудь класса, нужно этот класс указать вот здесь в скобочках. Здесь я говорю, что square является наследником класса rectangle. Что? Да, можно наследоваться от нескольких классов. Мы поговорим об этом чуть-чуть попозже. в методе init вам нужно вызвать инициализатор для класса родителя. Это можно сделать с помощью метода super. Как работает метод super, мы поговорим с вами чуть-чуть попозже. Вызываем init и передаем два аргумента. Так как у нас квадрат, ширина и высота совпадают. И создадим еще метод showSecret, который что-то делает с приватным атрибутом, который был в rectangle. Создадим два экземпляра класса, один rectangle, второй square, и попробуем что-нибудь вызывать, пообращаться к атрибутам и к методам. Обратившись к методу area, как square, так и rectangle, у нас все будет работать. В случае обращения к атрибуту with у нас по-прежнему тоже все будет работать. К методу showSecret у нас работать ничего не будет. И причина этому следующая, что приватный атрибут у нас создан для класса rectangle. А как мы уже знаем, приватные атрибуты, они переименовываются внутри класса. Здесь это и происходит. приватный атрибут по-прежнему доступен из экземпляра класса square, но просто под другим значением. И когда вы пытаетесь обратиться внутри метода showSecret к приватному атрибуту, приватный атрибут переименовывается согласно правилам square. То есть переименовывается как нижнее подчеркивание square, два нижних подчеркивания secret. А такого атрибута просто нет. Ну и посмотрим, что у нас есть в атрибутах square. Видим, что это атрибут with, атрибут height и тот самый секретный атрибут. То есть семь атрибута класса rectangle перешли в атрибуты класса square. ну и также можно вызвать метод tricksecret, который будет работать, потому что tricksecret это метод связанный с экземплярами класса rectangle, а внутри себя он использует приватную переменную. Приватный атрибут по-прежнему связан с экземпляром класса rectangle, то есть при вызове метода tricksecret, это у вас атрибут будет переименовываться правильным образом. Понятно примерно, что, как работает. На самом деле здесь все очень сильно похоже на то, как это работает в C++. Поэтому в целом вопросов быть не должно, но если они есть, давайте я постараюсь на них ответить. А если, что будет, если в классе square объявить square с каким-то образом? вы можете сделать вот так, и вызовем здесь show secret, потому что такой атрибут появится. нельзя, потому что вот таким способом нет. Можно достучаться, если обратиться к атрибуту нижнее подчеркивание rectangle, два нижних подчеркивания secret, потому что вот здесь в момент создания он переименовывается. внутри rectangle. Что еще раз? Кажется, да, но мы еще до абстрактных методов не дошли. А где-то хранится список родителей? Да, список родителей хранится в... Сейчас скажу. Вылетело из головы какой атрибут? В атрибуте basis. Давайте посмотрим. Ой, только простите, надо у класса вызывать, конечно же. Видим, что square basis наследуется от класса rectangle. Мейн говорит нам о том, что он его в области видимости он был создан в модуле main, то есть в текущей области, в которой вы работаете. Это уже как бы отсылка к модулям, отсылка к тому, как импортировать библиотеки и так далее. О модулях мы, к сожалению, в этом курсе тоже не успеваем поговорить. Есть еще вопросы по этой части? Окей, если вопросов нет, тогда поедем дальше про перегрузку функций. Спрашивали, можно ли создать функцию, которая будет в одном случае принимать сколько-то одно количество аргументов, в другом случае другое количество аргументов. Ответ нельзя, просто потому, что так методы хранятся внутри экземпляра, внутри класса. они хранятся в словарике dict по имени метода. Соответственно, у вас в словарике не может храниться два значения с одним и тем же ключом. Поэтому будет оставлен только один метод. Если мы поменяем местами, то, соответственно, первый метод упадет, а второй будет работать. вот здесь видно, что ошибка уже на первой строке. Продолжение. Аналогично нельзя перегружать функции, объявленные в классе родителей. Square по-прежнему наследуется от Rectangle. В Rectangle был метод TrickSecret, который что-то делал с атрибутом Secret. Здесь я создаю новый метод TrickSecret, который принимает на вход Message и печатает, возвращает мне строку. Соответственно, если я вызову TrickSecret без аргументов, то у меня ничего работать не будет. Не будет это работать по той причине, как создаются атрибуты в классах и в экземплярах классов. Square Dict имеет свой метод TrickSecret, потому что по сути вы сделали присвоение атрибута. Square такой посмотрел, есть ли у меня такой атрибут, увидел, что его нет и создал прямо на месте. Теперь про метод TrickSecret в ректангл он ничего не знает, потому что имя TrickSecret в Square и в ректангл совпадает. Несмотря на то, что TrickSecret здесь принимает один аргумент, а в ректангл принимал ноль количества аргументов. Есть вопросы по этой части? Краткое резюме перегрузки функций ее тут нет. Если вы создаете функцию новый метод с таким же именем, который у вас что-то было, вы перекрываете функцию, которая у вас была и используете новую функцию. Просто потому, что функции, методы это те же атрибуты, просто атрибуты функций. окей, если вопросов нет, то давайте поедем дальше. В питоне можно создавать абстрактные классы. Здесь используется опять метапрограммирование, о котором мы не говорим сегодня. вы говорите, что в класс figure у вас наследуется от некоторого мета-класса ABC-meta, ABC-meta лежит в модуле ABC, и говорите, что метод area у вас является абстрактным. Напомню, что абстрактные классы это те классы, которые нельзя инстанцировать. Абстрактные методы это те методы, которые нельзя вызвать. Для них нужно обязательно в классах наследников указать реализацию. Есть класс circle, который наследуется от класса figure, и, соответственно, так как класс figure абстрактный, метод area тоже абстрактный, вы должны явно его перегрузить. Я перегружаю этот метод. Аналогично для rectangle, перегружаю метод area как подсчет площади прямоугольника. ну и класс square, который является наследником rectangle, здесь особо ничего менять не нужно, потому что метод area для rectangle и для square работает одинаково. ну и убедимся, что метод, абстрактный метод area для rectangle, square и circle у нас работает, потому что мы предоставили реализацию, а для класса figure не работает, просто потому что класс figure у нас абстрактный, и мы не можем инстанцировать объект абстрактного класса. есть ли по этой части у вас вопросы? ну там вопрос написан вообще механизм питания. ну вы хотите услышать на него ответ, или вы хотите сами подумать? мне кажется, что нет почему нет? ну то есть мы если будем передавать объект наследованного типа какую-то функцию будем вызывать там у этого объекта функцию area, мы все равно передаем этот объект по ссылке и мы нового класса вызываем эту функцию area, и то есть это будет тоже самое. ну все верно, поэтому поддержка механизма виртуальных функций питания не нужна, потому что она ну типа уже реализована грубо говоря с коробки. А вообще наследственно есть каждый класс от базы происходит, да? От класса object. И там вот эти все magic нет для да. Еще вопросы? окей, окей, пойдем дальше к сложной части, к множественному наследованию. Стоит помнить, что множественное наследование это очень проблемная штука, и в некоторых языках программирования множественное наследование запрещено. например, в языке Java множественное наследование запрещено, можно наследоваться только от одного класса, но можно реализовывать множество количества интерфейсов. В питоне можно наследоваться от нескольких объектов, от нескольких классов, поэтому давайте обсудим, как это здесь работает. Создадим класс A, в котором есть инициализатор, внутри которого мы присваиваем атрибуту A некоторое значение и печатаем сообщение о том, что мы зашли в инициализатор. Есть метод, который не принимает никакого количества аргументов и печатает только сообщение о том, что он был вызван. Аналогично для класса B, за исключением того, что внутри в инициализаторе у вас устанавливается атрибут B. И класс C, который наследуется от двух классов, от класса A и от класса B. Внутри инициализатора мы явно вызываем каждый из инициализаторов, чтобы инициализировать значение атрибута A в классе A и атрибут B в классе B. И у нас есть еще метод C в классе C, который просто печатает сообщение, что он был вызван. как мы уже с вами обсудили с помощью атрибута B здесь можно посмотреть от каких классов у вас произошло наследование. Здесь видим, что наследование произошло от класса A и от класса B. Можно создать класс C и обращаться к его атрибутам A и B. и здесь видим, что сначала вызывается инициализатор для класса C, потом вызывается инициализатор для класса A, потом для B, ну и дальше мы просто печатаем значения A и B. Видим, что атрибуты для экземпляра класса C видны. Вот дальше начинаются приключения. Предположим, что в классе C у нас нет метода метод, но при этом в классе A и в классе B метод у нас есть. Что будет, если мы вызовем? Вызовется метод A. Почему это происходит? Потому что необъявление метода по сути соответствует вот такой записи. Запись следующего образа, что вам нужно вызвать метод у некоторого родительского класса. Супер это обращение к родительскому классу. Вызовем и убедимся, что по-прежнему вызывается метод A. Но все-таки непонятно, почему вызывается метод у класса А, а не у класса B. В питоне есть специальный атрибут МРО, который говорит о том, в каком порядке у вас будет искаться методы и при их вызове. Здесь мы видим следующую цепочку, что сначала метод ищется в классе C, если он там не найден, то мы переходим к классу A, ищем этот метод там, если и там не найден, то переходим к классу B, ищем там, ну и наконец идем в объект, смотрим в объекте, есть ли этот метод и если есть, то вызываем, если и там его нет, то соответственно получаем ошибку. МРО нам говорит о том, какой метод будет здесь вызван. Из-за того, что метод определен в классе A, он и вызывается из класса. Соответственно, если мы хотели бы, чтобы вызывался метод из класса B, нам нужно отнаследоваться сначала от B, а потом от A. Это приведет к тому, что цепочка МРО у нас поменяется. Зато будет следовать B, потом A, и потом Object. И здесь метод вызывается у класса B. Понятно с цепочкой МРО? А как он порядок взялся? Просто как они... Да, как вот здесь идут. Сначала B, потом A. Если бы А еще отчет наследовался, бы... Если бы A еще от чего-то наследовался, то, соответственно, здесь тоже была бы дальше цепочка после A. А для конкретной функции можно этот порядок иметь? Что еще раз? Для конкретного метода можно этот порядок? А у вас этот порядок один для всех методов. То есть неважно здесь будет один метод объявлен или десяток, порядок поиска методов будет всегда один и тот же согласно вот этой цепочке МРО. Соответственно, если мы по-прежнему класс C будет наследоваться от класса и от класса B, но в классе A метода не будет, то у нас по-прежнему все будет работать. Почему будет работать? Потому что цепочка МРО для класса C выглядит следующим образом. Мы ищем метод в классе C. Если не находим, идем в класс A. Если не находим, идем в класс B. Если не находим, то идем в класс Object. Здесь мы находим метод на этапе, когда мы находимся в классе B. Мы его вызываем, все работает. И еще пару слов про то, как проверить тип объекта. Проверить тип объекта можно двумя способами. С помощью метода Type и явного сравнения с помощью Is, либо с помощью метода IsInstance. Соответственно, разница следующая. С помощью метода Type функции Type вы проверяете четкое сравнение на типов, что C это точно C, а IsInstance у вас проверяет иерархия. То есть, так как C является наследником A, то он также является и классом A. Просто класс C это сужение класса A. Есть вопросы по этой части? А вот область памяти поднаследованной класса вызывается в момент конструктора C, или вот именно где мы внутри конструктора C вызываем конструкторы для наследования? Внутри конструктора C у вас вызываются конструкторы под объект A, под объект B, а потом вызываются инициализаторы соответственно вызывается инициализатор только для объекта C. Для всех остальных объектов вам нужно его вызвать руками. То есть если бы мы один из этих инициализаторов не вызвали, это было бы все равно, что мы от одного класса наследовали? Нет, вы бы по-прежнему отнаследовались от класса, от двух классов, но просто бы у вас метод атрибут A, например, если бы мы не вызвали инициализатор для A, очень понятная конструкция инициализации родителей. Мы просто после класса ставим точечку, называем метод init, и это магическое направление с родителями. Смотрите, self у нас это один объект, который, грубо говоря, внутри себя имеет ссылки на два других подобъекта, на подобъект A и на подобъект B. Вы объект self передаете в инициализатор вместо вот этой ссылки, которая подставляется автоматически. Подставляете сюда и дальше говорите, что я хочу подставить атрибут A. Он для объекта, который вот у вас был self, то есть для объекта класса C, просто явно ручками создается атрибут A. И все. То есть это абсолютно то же самое, что если бы я сделал self A равно A, self B равно B. Просто логика в инициализаторе может быть не обязательно такая простая, как здесь, и нужно было бы, ну то есть явно вызвать инициализатор для класса A и явно инициализатор для класса B, чтобы атрибуты, которые определены в этом классе, проинициализировались. А тогда с какой целью мы пишем после названия класса все скобочка от чего мы будем насквозить. Смотрите, A, это у нас класс, метод init это для класса, вот так, у вас будет работать по-прежнему. Что? Смотрите, список для вот этого. Вот, давайте создадим здесь метод func self ну и return none. Создадим экземпляр класса C и у C вызовем func. Вот для этого нужно наследование, чтобы методы, которые определены в классе A, перешли в методы для класса C. А норм не перешли? Да. И от B тоже перешли, если не там B не с да. Просто инициализатор автоматически не вызывается. Точно так же, как автоматически не вызывается конструктор в C++. Вам явно нужно, ну если у вас нет конструктора по умолчанию, то вам явно нужно вызвать конструктор, передав какие параметры вы туда передаете. Здесь примерно та же самая история. Просто здесь можно считать, что всегда есть инициализатор по умолчанию, который не делает ничего. А вот в таком случае что он инициализирует в классе B? А в классе B ничего. Здесь просто как бы смотрите, у вас вот эта штука слб, ну B, вот эта штука и вот эта штука в целом эквивалентна. Чтобы полностью было эквивалентно, я должен добавить еще не, но тут мы B не наследуем. Да, верно. Все равно это мы не наследуем B и это означает, что методы определенные в классе B, ну и соответственно атрибуты определенные для класса B не перейдут в класс C. Но ничто не мешает нам вызвать здесь любую функцию, в том числе инициализатор класса B. это просто некоторая функция, которую мы захотели вот и вызвали и она создала внутри текущего класса какие-то атрибуты, которые создаются также в классе B. Вот так, да? Оставляем так, вызываем NRO, где-то он тут был. Мы не видим наследования от B. То есть здесь мы просто вызываем функцию NIT у класса B. Также здесь мы могли вызывать любую другую функцию. Просто я хотел бы вот в таком примере, чтобы у меня вызвался инициализатор и для A, и для B. Чтобы поведение в целом было похоже на поведение в C++. Чтобы оно было похоже, нужно вызвать а-ля конструктора, то есть инициализатор. Я вызываю инициализатор вот просто вот таким способом. Можно не вызывать и как бы в целом будет все работать, если вы не обращаетесь к атрибуту B. Еще вопросы по этой части? Окей, если вопросов нет, нет, то давайте рассмотрим подробнее, как работает супер, потому что в некоторых случаях это неочевидно. Давайте рассмотрим пример следующий. У нас есть класс А, в котором определяна функция getSum, которая выглядит следующим образом. Мы берем класс наследник супер и вызываем у него метод getSum. Есть класс B, в котором есть метод getSum, который печатает просто сам. И есть класс C, который наследуется от обоих классов A и B и внутри имеет метод getSum. Внутри он вызывает getSum у некоторого родительского класса. Что будет при таком коде? Удивительно, но он будет работать. Это довольно неочевидно, и давайте разберемся, почему он работает. Начинаем мы опять же с цепочки MRO. Цепочка MRO выглядит здесь следующим образом. Сначала класс C, потом класс A, потом класс B, потом Object. И давайте немножко модифицируем вот этот класс. будем внутри печатать, что такое вообще есть супер. Мы видим, что супер это некоторый класс родитель для класса C, и это класс родитель, который начинается с цепочки MRO после класса C. Соответственно, внутри класса A это класс в цепочке MRO после класса A для класса C Object. При вызове B это класс, стоящий в цепочке MRO после класса B для цепочки MRO класса C. То же самое, что вот здесь было написано, можно написать следующим образом. Что здесь написано? Здесь я говорю, что я хочу взять следующий класс из цепочки MRO для класса объекта C, который стоит после класса C. Здесь соответственно то же самое. Я хочу взять следующий класс после класса A в цепочке MRO для типа объекта self. Напомним, как выглядит цепочка MRO здесь. И теперь давайте обсудим, почему метод все-таки get some работает так, как он работает. Сначала мы создаем объект C и вызываем у него метод get some. Заходим сюда. здесь супер это следующий класс в цепочке MRO для класса C, стоящий после класса C, то есть это класс A. Мы идем в класс A и вызываем оттуда этот метод get some, потому что вот здесь внутри мы вызывали у этого родительского класса get some. идем сюда, печатаем сообщение. Здесь супер это класс в цепочке MRO класса C, который стоит после класса A, то есть это класс B. Здесь у класса B мы вызываем метод get some, то есть вот этот метод get some. Вызываем здесь get some, печатаем сообщение, печатаем сам, вот оно самое напечаталось. Понятно, что произошло? Еще разок. Вот что происходит вот здесь. Здесь мы вызываем супер. Мы вызываем его из класса C. Супер возвращает нам следующий класс, стоящий в цепочке MRO. Self у нас типа C, поэтому цепочкам MRO мы берем для класса C. Цепочка для класса MRO выглядит в следующем образом. Соответственно, вот здесь, когда мы вызываем метод супер внутри класса C, то мы берем метод, берем класс, стоящий в цепочке MRO после класса C, а это класс A. Проваливаемся в класс A, вызываем здесь супер. Супер по-прежнему использует старую цепочку MRO, то есть для класса C. Так как мы вызываем внутри класса A, то мы берем следующий класс после класса A в этой цепочке MRO, то есть класс B. То есть супер это просто класс B. Идем в класс B, вызываем метод get some. Здесь все определено, печатаем принт сам. Понятно, что произошло? Я вижу замешательство в ваших глазах. Что? Так лучше не делать, конечно же. но просто полезно понимать, как работает супер. Возможно, если вы придете на собеседование по этому разработчику, вас про это спросят, дадут какой-нибудь такой каверзный пример, и вам нужно будет с ним справиться. Понимание того, как это работает, повышает ваш скилл знания языка, насколько гибко вы можете им владеть. Окей. давайте разберемся, что здесь происходит. Вот у меня есть класс А, я вызываю метод getSum для него. Что здесь произойдет? Произойдет ошибка. Почему она произошла? Давайте рассмотрим цепочку МРО для класса она простая. Это соответственно класс А, а потом класс Object. Мы у класса А вызываем метод getSum. У класса А getSum вызывается следующим образом. Давайте поднимемся повыше. Вызывается следующим образом. Здесь супер работает с классом C, то есть ой, простите, с классом А. Соответственно цепочка МРО будет использоваться для класса. Мы находимся внутри класса А, поэтому нужно будет взять класс стоящий после класса А в цепочке МРО. В цепочке МРО у нас стоит класс Object. Мы вызываем object getSum у объекта нету метода getSum падаем с ошибкой. Понятно, что произошло? То есть супер еще зависит от того, из какого класса вы его вызвали. Здесь мы вызывали его из класса C, соответственно работали с цепочкой МРО для класса C, а здесь мы вызываем из класса А и работаем с цепочкой МРО для класса А. А передаем два аргумента? Вот так можно не передавать больше. Можно писать вот так. Это запись то же самое, что и вот это. Сюда можно передать, например, давайте класс B, давайте только не на этом примере, а на вот этом, чтобы было понятнее. Для работы супер нужен еще один, ну, минимум два класса в целом, да. Вот такую запись. Здесь я указываю не C, self, что было бы эквивалентно, а B, self. Это будет означать, что мне нужно продолжить цепочку МРО, с класса B, то есть вот отсюда. Вернее, с класса, который находится после B, то есть объекта. Понятно, что произошло? Соответственно, если укажем A, то мы просто проскочим класс A. Мы скажем, что мы хотим взять следующий класс в цепочке МРО после класса A, а это класс B. В классе B мы вызываем метод getSum, он есть, выводим сам. Ну, а self, он, видимо, как-то передается функцию getSum, да? Он передается вот вот здесь, да. чтобы знать, в какой цепочке МРО вы работаете. То есть из вот этого self он вытягивает, что вы работаете с цепочкой МРО, соответствующей типу self, а тип self это c, значит, вы работаете с вот этой цепочкой МРО. А первый аргумент говорит, с какого класса вам нужно начать. То есть класса А, то есть следующий класс после А, то есть Б. Да, он работает вот так. Давайте продолжать, но продолжим мы не с collections, а с исключений. Напомню, механизм исключений нужен для того, чтобы сообщить программисту и программе о том, что произошла какая-то нештатная ситуация. Давайте начнем сразу с примера. Пусть у меня есть функция min, которая считает среднее значение внутри списка. Если я передаю туда корректный список, то есть ненулевой длины, у меня будет все работать как надо. Но если я передам пустой список, то лена равно нулю и деление на ноль, получим исключение Zero Division Error. Можно создавать собственные исключения, то есть их вызывать. Для этого есть ключевое слово Raise. Вы говорите, какое исключение вы хотите вызвать и указываете сообщение, которое вы хотите передать в этом исключении. Вызовем вот было брошено исключение Zero Division Error с сообщением Message. Для того, чтобы ловить исключение, есть специальная конструкция, как в C++ TryCatch, здесь называется TryExcept. В блоке TryExcept вы указываете ваш потенциально небезопасный код, в Accept вы указываете, какое исключение вы хотите поймать, и в этом блоке указываете обработчик, то есть что нужно сделать, когда исключение будет поймано. В данном случае я хочу просто написать сообщение об ошибке. Можно пробрасывать исключение. Для этого нужно в блоке в том, где вы ловите исключение, просто написать ключевое слово Raise, которое пробросит ваше исключение. Дальше. Исключением можно создавать на них ссылку, то есть вы поймали исключение, и вы хотите с этим исключением что-нибудь сделать. Например, напечатать из него сообщение, или посмотреть его тип, или еще что-то. Для этого вы говорите, какое исключение вы ловите, а дальше имя переменной, в которое это исключение будет помещено. Здесь я печатаю просто сообщение, которое было брошено в исключение. Все исключения имеют иерархию, так же, как в том же C++. В питоне все исключения наследуют от класса любое исключение. Другой способ поймать любое исключение ничего не указывать, просто сказав accept. И вы также поймаете любое исключение. Можно ставить несколько обработчиков. Например, я хочу поставить один обработчик для случая, когда у меня бросается исключение keyerror, а второй обработчик, когда у меня бросается исключение zero division error. в обоих случаях я пишу просто сообщение об ошибке. Здесь у меня было брошено исключение zero division error, соответственно, было написано сообщение для него. Здесь здесь сейчас секундочку не хватает примера. Соответственно, если у нас будет выбрасываться keyerror, то будет вызываться обработчик для keyerror. Можно ставить один обработчик для нескольких типов исключений. Тогда вы типы исключений просто перевечисляете через запятую в круглых скобочках. Здесь я ставлю один обработчик на keyerror, typeerror и zero division error. В первом случае у меня бросалось zero division error, во втором случае бросалось keyerror. В обоих случаях сработал один и тот же обработчик. В блоке try accept есть еще специальный блок finally, который говорит вам о том, какой код должен выполниться в любом случае, вне зависимости от того, было брошено исключение и все прошло штатно. Здесь у нас три примера. Первый пример, когда все проходит штатно, второй пример, когда мы бросаем zero division error, в третьем случае, когда у нас возникает исключение и мы пробрасываем исключение. Во всех случаях у нас сработал обработчик. здесь соответственно в эта строка вывелось, здесь другие. Если вы будете бросать другое исключение, например, key error, то у вас обработчик не сработает, вернее, он тоже сработает, потому что блок finally выполняется у вас всегда, вне зависимости от того, проходит штатно или не штатно. есть еще специальный блок, который называется else. В этом блоке вы указываете, что должно произойти, если внутри блока try у вас все прошло штатно. Здесь я хочу написать сообщение don't worry be happy, если все прошло ок, и оно выводится только в первом случае. во втором случае оно не выводится, потому что у нас срабатывает обработчик на Zero Division Error. Можно создавать собственные классы исключений, например, я хочу сделать исключение Amiga Exception, который наследуется от Zero Division Error. Тут я хочу поговорить с вами о том, что в зависимости от типа обработчика зависит, поймаете, от типа исключения зависит, поймаете вы его или нет. Amiga Exception это класс наследник от Zero Division Error, то есть Amiga Exception сужает Zero Division Error, поэтому когда бросается Zero Division Error, обработчик, поставленный на Amiga Exception, не сработает, потому что Amiga Exception это частный вариант Zero Division Error, а Zero Division Error это более широкая сущность относительно Amiga Exception. Важен порядок обработчиков, которым вы ставите. Сначала у вас должны ставиться обработчики для более узких исключений, а внизу на наиболее широкие. Здесь я ставлю сначала обработчик на Amiga Exception, ниже ставлю обработчик на Zero Division Error. Соответственно, у меня сработает первый обработчик, потому что Amiga Exception совпадает с Amiga Exception, и поэтому выводится просто это сообщение. Если мы переставим местами, то выведется сообщение для обработчика Zero Division Error, потому что Amiga Exception это сужение класса Zero Division Error, поэтому обработчик для Zero Division Error может поймать все исключения, которые являются наследниками этого класса, то есть Zero Division Error. По этой части понятно. Здесь все в целом так же, как все плюс-плюс, поэтому если вы знакомы с этим языком, у вас проблем не должно возникнуть. Окей, если вопросов нет, то поедем дальше. Есть полезный метод, функция, ключевое слово assert, которая в случае, если ваше условие не истина, бросает исключение. True истина, поэтому исключение не было брошено. Единичка не равна нулю, поэтому бросается assertion error. Можно указать, какое сообщение должно быть брошено внутри исключения assertion error. Для этого через запятую вы указываете имя то сообщение, которое будет помещено в assertion error. assert используется в тех случаях, когда вам нужно прервать выполнение вашей программы, если условие критично. Например, размерность массива. Вы складываете два нампевских массива, их размерности не совпадают. Тогда вам ничего не остается, кроме как бросить assertion error, то есть перед тем, как вы начнете выполнение, проверить размерность массива, если она не совпадает, то бросить исключение assertion error. Почему не нужно злоупотреблять исключениями? Механизм ловли исключений это очень дорогой механизм, именно в частности поэтому циклы for в питоне такие медленные, потому что они ловят исключение stop iteration, чтобы понять, когда цикл должен завершиться. Давайте рассмотрим пример. У меня есть словарик result, в котором есть один ключ, и дальше я хочу обращаться к ключу, которого нет. Существует три способа, как я могу это сделать. Способ первый. Я обращаюсь к ключу, который не существует, и если у меня бросается исключение, я его просто ловлю. Другой вариант воспользоваться безопасным методом get, который проверяет, есть ли ключ в словаре, если его нет, то вернуть значение по умолчанию. Здесь значение по умолчанию нолик. И третий вариант, когда я явно проверяю, есть ли ключик в словарике, если ключик есть, то я возвращаю значение по этому ключику, если ключика нет, то возвращаю просто значение по умолчанию. Видим, что вариант с проверкой самый быстрый, вариант с исключениями самый медленный, причем он медленнее почти в 6 раз. Поэтому не стоит злоупотреблять исключениями, ваша программа может стать из-за этого очень-очень медленной. Немного забегая вперед, есть класс default dict, который позволяет вам задать, какое значение по умолчанию должно возвращаться в случае, если ключика нет. Для этого создадим класс default dict, который по умолчанию будет возвращать нолик, если ключика нет. Создадим в этом словарике ключик, равный единичке, а дальше будем обращаться ключик, у которого нет. Посмотрим, за сколько этот работает и видим, что он работает еще быстрее, чем вариант с проверкой. Почему он работает быстрее, чем вариант с проверкой, мы поговорим попозже, когда будем обсуждать модуль collections. все понятно про исключения, тут в целом должно быть все просто. Окей, давайте тогда поедем к следующей части, к менеджерам контекста. Начнем сразу с примера. У меня есть файлик tmp.example, в котором записано три строчки, и я хочу открыть файлик и прочитать из него содержимое. Как это было бы безопасно сделать? Сначала я хочу открыть файлик, дальше из него что-то прочитать, но если у меня что-то пойдет не так, то мне хотелось бы файлик обязательно закрыть. То же самое справедливо, если бы я читал бы, например, из базы данных. Я сначала устанавливаю соединение с ней, читаю из нее, если что-то пошло не так, то мне нужно закрыть соединение. Мне нужно закрыть соединение в любом случае. Все прошло хорошо или произошло какое-то исключительное событие. С помощью блока try-catch-finally можно записать это следующим образом. Python предоставляет удобную конструкцию, которая позволяет так не писать. Эта конструкция называется менеджер контекста. менеджер контекста начинается с ключевого слова with. Дальше вы говорите, какой ресурс вы хотите заиспользовать и какое имя вы хотите использовать для пользования этим ресурсом. По выходе из блока with у вас автоматически будет вызван метод close, то есть файлик закрыт, либо соединение с базой данных закрыто. Давайте вызовем и убедимся в том, что в конце у нас файлик закрыт. Сходу я, наверное, так не смогу вспомнить. Есть библиотека контекст лип, в которой есть несколько классов, которые поддерживают механизмы менеджера контекстов. например, создание временного файлика, менеджер контекста, который ловит исключения, то есть у вас в блоке with произошло какое-то исключение, оно было просто подавлено. Что еще можно помещать? Можно помещать, например, средства для управления потоками, например, всякие локи. Чтобы открыть лок, можно использовать менеджер контекста, и по выходе из менеджера контекста у вас лок будет автоматически освобожден. допускается на выходе. Вам нужно обязательно реализовать несколько методов магических, о каких магических методах мы поговорим буквально через несколько минут. Будем писать собственный менеджер контекст. Давайте проверим тот же самый пример, но когда у нас внутри бросается исключение, бросается исключение, и я вижу, что у меня файлик все равно был закрыт. Можно открывать несколько файлов, несколько разделяемых ресурсов в менеджерах контекста. Это можно сделать двумя способами. Первый способ для каждого ресурса вызывать отдельный менеджер контекста, то есть раз ту строчку с with, два строчка с with. Но это не очень удобно, поэтому можно использовать один менеджер контекста, который откроет несколько объектов. Это делается следующим образом. Вы указываете with, а дальше через запятую указываете, какой ресурс вы открываете, и если вам нужна метка, то указываете, какую метку вы этому объекту ставите. Если не надо, то просто ничего не указываете. Указываете либо через запятую, либо, если как в этом примере, с переносом на несколько строк, то нужно указать blackslash, когда у вас происходит перенос строки. Здесь я просто зачитываю строчки из одного файла и пишу их в другой. все сработало. Теперь немного подробнее о том, как устроены менеджеры контекста. Это нас приблизит к тому, как писать собственные менеджеры контекста. Вот такая конструкция разворачивается на самом деле вот что-то такое подобное. Мы открываем файлик, и у нас создается некоторый файловый объект. fd. Дальше у этого файлового объекта вызывается метод enter, который возвращает некоторый новый объект, ну, либо сам себя. f-input это то же самое, что вот здесь метка, которая была связана с открытым объектом. дальше мы заходим в блок trycatch, в котором выполняем некоторую логику. Дальше у нас есть блок finally, в котором мы должны обязательно закрыть используемый ресурс. Что происходит в блоке finally? в блоке finally мы хотим понять, а вообще было, было ли у нас брошено какое-то исключение, или все прошло штатно. Там мы получаем информацию о том, о типе исключения, которое было брошено, о самом исключении, какая ссылка на брошенное исключение, и traceback. Дальше вызывается метод exit, в который эти полученные значения и передаются. Если результат exit сохраняется в переменную suppress, в зависимости от значения этой переменной мы решаем подавить нам исключение или пробросить его дальше. Исключение пробрасывается в том случае, если suppress у нас при конвертации в bool конвертируется в false. В случае, если у нас в блоке try, catch ничего не произошло, все произошло штатно, то файлик просто закрывается и исключение не бросается. Здесь мы видим, что никакое исключение не пришло, соответственно тип исключения нам ссылка на исключение указывает на нам и трейсбэк тоже нам. Если исключение было брошено, то мы получаем всю информацию об этом исключении. Тип исключения, какое исключение и трейсбэк. по умолчанию для файла метод exit не подавляет исключение, поэтому исключение было дальше проброшено. Понятно, как работает менеджер контекста? Очень понятно, связь, закрытие файлов подавляет исключение. Смотрите, у вас в метод exit передается информация о том, произошло исключение или нет. Метод exit возвращает некоторое значение, например, true или false. Если возвращаемое значение равно true, то исключение будет подавлено. Если значение возвращенное из exit равно false, то, соответственно, исключение не будет подавлено и будет проброшено дальше, если оно возникло. А что если исключение возникло в самом exit возникло ну, кажется, ваш exit тогда плохо как бы написан. Что я могу сказать? Что у вас при закрытии соединения вы, ну, что-то еще не так произошло. То есть, это больше ответственность на программисте, что у вас что-то пошло не так. Обычно метод exit не должен пробрасывать исключений. Точно так же, как не должен выбрасывать исключений деструктор в C++. и в питании тоже. Еще вопросы? Сейчас, что возвращает FD. FD. Exit вам возвращает некоторый объект. Для того, чтобы упростить рассмотрение, можно считать, что он возвращает либо true, либо false. Если он вернул true, то исключение будет подавлено. Если вернул false, то исключение не будет подавлено. В общем случае, exit может возвращать все, что угодно. Если это что-то угодно, с помощью bool можно привести к false, то исключение будет проброшено. Если с помощью bool приводится к true, то исключение не пробрасывается дальше, подавляется. Решает будет для нападания? Да. А как? На основе его реализации. Мы посмотрим ниже, как с этим работать. Напишем несколько собственных менеджеров контекста. Еще вопросы по этой части. Важно понимать, что при входе в менеджер контекста у вас вызывается метод enter, на выходе из менеджера контекста у вас вызывается метод exit. Этим мы и дальше будем пользоваться. Первый пример это временный файл. Есть функция random string, которая просто возвращает случайную строку длины size. Что происходит внутри класса temporary file? Я создаю имя файлика, который я буду открывать. Дальше я устанавливаю handler, то есть то действие, которое мне нужно совершить для открытия этого файлика. Здесь я использую функцию partial, которая фиксирует некоторые аргументы в функции open. Фиксирует она те аргументы, которые были переданы в инициализатор. Есть метод enter, который открывает файлик и возвращает дальше файловый дескриптор, с которым я буду дальше работать. Есть метод exit, который ловит исключения и их обрабатывает. здесь мы проверяем, что файлик если файлик уже был закрыт, то нам незачем его закрывать второй раз. Мы удаляем файловый дескриптор, потому что он нам больше не понадобится, мы файлик закрыли. Ну и удаляем непосредственно сам файлик, который создали. Давайте создадим в менеджере контекста temporary file, что-то в него запишем, дальше сместимся на нулевую позицию и считаем из файлика строку, для того, чтобы убедиться, что файлик мы что-то записали. А в конце попытаемся открыть файлик временный, который мы создали. Что произошло? Мы напечатали hello world файлик, сместились на нулевую позицию и снова зачитали. Строку ее вывели. Здесь мы это и видим. Давайте добавим решеточку, чтобы никого ничего не смущало. То есть печать у нас происходит на этом принте. В случае open у нас возникает ошибка. Ошибка заключается в том, что такой файлика не существует, потому что мы его просто удалили в exit. Два вопроса из этих мы обсудили. Зачем нам проверка на закрытии, зачем удалять атрибут? Почему мы обошлись здесь без return? Вопрос простой. Я хотел бы получить от вас на него ответ. возвращает? Что возвращает? Окей, возвращает нам. А нам к чему конвертируется? Ну, в случае булл? к фолсу. Конвертируется к фолсу, и то есть в этом обработчике мы исключения не будем подавлять. Если мы бросим здесь какое-нибудь исключение, то вот оно будет брошено. Можно поднять его выше, чтобы понять, что печати у нас не будет. Просто потому, чтобы не захламлять класс. как бы мы файлик закрыли, и больше мы с этим файловым дескриптором, грубо говоря, сделать ничего не можем. Он нам в целом бесполезен. У вас будет останется атрибут fd. Я хочу удалить именно атрибут fd из своего класса temporary файл. Просто чтобы ну то есть на выходе из менеджера контекста он пропал. Свой класс для временных файлов писать не надо. Он есть в модуле temporary файл. Его можно импортировать и соответственно проделать все то же самое, что мы сейчас делали. Давайте рассмотрим другой пример с подавлением исключения. Создадим класс suppress exception в инициализатор передадим тип исключения, который мы хотим подавлять. Enter в данном случае у нас ничего не возвращает, но вернее возвращает нам. Теперь обсудим, что происходит внутри метода exit. Мы проверяем первое, возникло ли у нас исключение. Если у нас exit type none, то значит исключение не возникло. Дальше мы, если исключение все-таки не none, то мы хотели бы понять, какого типа это исключение. Исключение я буду проверять с помощью из subclass. Проверю, что исключение, которое я поймал, является подтипом исключение то, которое я планировал ловить. Ну и в конце напечатаю сообщение и верну true, тем самым сказав, что мне нужно подавить исключение. В первом случае буду ловить zero division error. Вижу, что исключение было поймано и дальше оно не пробросилось. В втором случае буду ловить runtime по-прежнему zero division error, но внутри у меня будет бросаться runtime error. И оно не будет поймано, потому что вот это условие не будет выполнено. Exit вернет none, а none приведется к false. Ну и собственный класс подавления исключений тоже писать не надо. Он есть в методе context.lib. В модуле context.lib находится много разных классов, которые умеют работать как менеджеры контекста. Есть вопросы по этой части? Понятно, почему метод enter выглядит следующим образом? Или нет? Почему можно не возвращать ссылку на себя? Почему можно вернуть просто none? Окей, давайте тогда объясним, почему это происходит. Сохраним менеджер контекста в какую-нибудь переменную, которая была вызвана после... Сохраним в e то, что возвращает нам метод enter и напечатаем что такое e. e это none, то есть собственно то, что нам вернул enter. Из enter можно вернуть none, потому что к вот этому менеджеру контекста нам никак не нужно обращаться. То есть если бы нам нужно было обращение по этой ссылке e, то тогда нужно было вернуть себя. Вернем self и здесь экземпляр объекта класса suppress exception. А exit вызывает у класса. Да, exit вызывается у класса, а не у того, что вернул enter. он вот сюда передается нет, смотрите, вот сюда у вас передается ссылка на объект, который сейчас секундочку нет, не который enter. с которым мы работаем. Смотрите, еще разок, вот выше был пример, как это работает в деталях, вот с файлом. У нас открывается файл, и файловый объект сохраняется в некоторую переменную. Дальше у этой переменной вызывается метод enter, который возвращает нам новый объект. Вот здесь внутри файла мы работаем с этим файловым объектом, почему? Потому что менеджер контекста у нас выглядит следующим образом. То есть вот здесь f-input и вот здесь f-input. Дальше мы зачитываем файлик и просто печатаем его содержимое. А блок finally выполняется, метод exit вызывается у того объекта, который был создан в начале, то есть у fd. Не у того, что вернул метод enter. То есть у объекта контекст. Да. Да. Поэтому здесь можно возвращать нам и от этого нам будет ни холодно, ни жарко, потому что мы просто нигде не обращаемся к вот этому е. Еще вопросы есть по этой части? Окей. Если вопросов нет, то давайте к последнему блоку на сегодня. Последний блок у нас кратенький обзор модуля collections. модуль collections предоставляет несколько структур данных, с которыми очень удобно работать. Есть в частности класс default dict, который мы уже с вами рассматривали, который позволяет вам создать словарик, и если значение в этом словарике в ключик будет не найден, то вы вернете значение по умолчанию. Давайте начнем с примера. Пример следующий. Я хочу посчитать в списке сколько каждое значение у меня сколько раз встретилось. Как бы я делал это с помощью обычного словарика? Я создаю обычный словарик, проверяю, есть ли у меня элементы списка в словарике, если нет, то создаю нолик, дальше увеличу значение на единичку. Получилось. То же самое можно сделать с помощью default dict, но не проверяю на то, есть ли у меня элемент в словарике или его нет. Если у меня элементов в словарике нет, то у меня просто автоматически подставится нолик, а дальше с этим ноликом можно работать. То есть еще есть нет словарей? Да, да, есть. Смотрите, мы с вами вот в предыдущем ноутбуке рассматривали пример с тем, когда мы обращались к словарю с ключом, которого там не было, и видели, что default dict работает быстрее, чем get. работает он быстрее. Мы сейчас к этому приблизимся, вот буквально сейчас. Обращаемся к ключику z в каунтер, который отсутствует. Мы видим, что он автоматически появился. То есть в том примере мы один раз проверили, есть ли ключик или нет, увидели, что его нет, и создали нолик. А дальше просто из словарика получали значение. Именно поэтому он работал так быстро, что проверка была выполнена только один раз, а в самом быстром варианте проверка была на каждой итерации. Default dict поддерживает интерфейс словарей, поэтому из него можно, например, удалять элементы, сделаем, удалим элемент z. Давайте рассмотрим несколько примеров, вообще, где default dict может быть еще полезен. Ну вот первый был пример счетчик, второй пример с списками смежности. Пусть у меня есть какой-нибудь однонаправленный граф, который задается парой вершин. Из первой вершины идет ребро во вторую. Я хочу получить все вершины, из которых я могу попасть, например, из вершины g, все вершины, в которые я из нее могу попасть. Что мне для этого нужно сделать? Я создаю default dict, который по умолчанию мне будет возвращать set. Множество меня не интересуют дупликаты, если ребра здесь встречались более одного раза. В этом множество я буду добавлять элемент, в который я могу попасть, ту вершину. Давайте выполним. получили ожидаемый результат. Теперь я знаю, что из вершины j я могу попасть в вершину a, c, e и g. Ну, это аналогично для вершины a и аналогично для всех остальных вершин. Понятно, как этот пример работает? Давайте тогда немножко отмотаемся назад. Всем ли понятно, в чем прелесть default dict по сравнению с обычным словарем? Окей. Тогда еще раз повторяю вопрос. Всем ли понятно, как работает этот пример? Мы создаем default dict и итерируемся по ребру. Неважно, было у нас ребро или нет, мы создаем у нас там точно внутри мы знаем, что лежит множество. если для данной вершины еще множество не было создано, то она создастся автоматически и в это созданное автоматическое множество я добавлю вторую вершину. Если множество существовало, то я втекусь в то множество, которое существовало, просто добавлю элемент. Давайте еще один пример с лейбералом кодированием элементов. Я хотел бы закодировать все элементы в списке числами от нуля до так далее, сколько всего элементов. Для этого я создаю словарик DefaultDict категория, который будет возвращать значение по умолчанию следующего вида, он просто будет возвращать длину текущего словарика. Давайте напишем генератор и убедимся, что у нас все работает. Почему это работает? Мы итерируемся по списку words, получаем первый элемент c. Его еще не было в категории, поэтому DefaultDict вернет значение по умолчанию нолик. Теперь для c у нас значение нолик будет всегда, а для остальных непонятно какое. Дальше нам приходит j. его нет в категории, но мы определили, что значение по умолчанию это длина словарика категории. В словарике категории у нас хранится одно значение, поэтому j у нас теперь кодируется единичкой. Соответственно, приходит f, кодируем его теперь двойкой, приходит c, мы знаем, что c у нас кодируется ноликом, подставляем нолик и так далее. Понятен этот пример? В какой момент происходит добавление в категорию с? В тот момент, когда вы обращаетесь к элементу, которого нету в категорию с. То есть вы Смотрите, вы создаете дефолт дикт, вам просто создает словарик, а вот эта штука говорит вам, какое значение нужно вернуть в случае, если значение не было найдено в словарике. Вот. Мы обращаемся к этому внутрь дефолт дикт, чтобы получить какое-то значение. Если этого значения нет, то это значение автоматически создается в дефолт дикт. Вот при первом обращении, неважно, на запись мы туда идем или на чтение. Окей, есть еще вопросы? Тогда давайте продолжим дальше с дефолт дикт. В некоторых случаях мы хотели бы заморозить наш дефолт дикт, то есть не создавать элементы, если нам пришел какой-то элемент, который мы еще не видели. Это можно сделать с помощью установки атрибута дефолт factory. Установим его в нам и видим, что z у нас уже не существует категория, получаем исключение. Киров ки эррор. Видим, что дефолт дикт категория у нас тоже поменялся. Функция, которая возвращает нам значение по умолчанию, она теперь нам. есть другой способ заморозить дефолт дикшнери, это привести его к словарю. Но этот метод не такой хороший, потому что он порождает копию, с другой стороны полученный объект точно будет типа дикт. Возможно, в некоторых случаях это может быть полезно, но наверное вот этот вариант с дефолт factory он наиболее предпочтительный, потому что дефолт дикт поддерживает интерфейс словаря. Есть ли вопросы по дефолт дикт? Понятно, как он работает? Окей. Давайте пойдем тогда к следующему коллекции counter. В чем прелесть каунтера? Вот у нас был дефолт дикт, мы также с помощью него смогли реализовать счетчик. Counter имеет чуть более широкий интерфейс, об этом интерфейсе мы сейчас поговорим. Вот у меня есть словарик список А, содержащий строки. Я хотел бы посчитать сколько строк, сколько каждая строка была в списке А. Для этого я в класс counter, передаю этот словарик и получаю counter, который говорит мне о том, сколько раз каждая строка встретила в списке А. Я могу к счетчику прибавлять значение, могу вычитать, и это очень удобно. Вот, например, D у меня не встречалось в этом списке, я могу прибавить единичку, и тогда значение в counter у меня будет равно теперь единичке. В отличие от default dict при обращении к ключику, которого не существует, у нас объект, новый ключик не появляется. Возвращается, вот, я обратился к counter f, значение, которое мне вернулось нолик, при этом я вижу, что в counter оно не появилось. counter также поддержит механизм словарей, интерфейс словарей, поэтому из него также можно удалять ключи, например, с помощью метода pop. У counter есть некоторые свои собственные методы, например, метод most common, который позволяет, возвращает вам несколько самых популярных значений. Например, здесь это три значения a, b и c. возвращает какое значение и сколько раз оно встретилось. В most common можно передать количество аргументов, то есть сколько элементов наиболее популярных вы хотите получить. Что еще есть классного в counter? Давайте создадим два counter. Counter можно складывать. Значения в одном counter суммируются со значениями в другом counter. Counter можно вычитать друг из друга, и это тоже здорово. При этом значения меньше либо равное нуля игнорируются, они просто исчезают. Можно также считать минимальное значение, максимальное значение. Во всех случаях значения меньше либо равное нуля у вас будут проигнорированы в итоговом счетчике. есть вопрос по counter понятно в чем его прелесть, когда его стоит использовать. Смысл в том, что эти функции реализованы заранее или они еще быстрее работают? Они точно как бы плюс в том, что вам конечно же ничего писать не надо? Это безусловный плюс. Насчет того, работает оно быстрее? Я не уверен, но скорее всего да. Ну то есть оно точно работает немедленнее, чем если бы вы написали бы сами. Да, конечно, лучше сначала поискать, чем писать что-то свое. Ну все понимают, наверное, что изобретать велосипед это не здорово. Окей, если что? Collections это стандартный модуль, его устанавливать не надо. Он идет вместе с коробкой из питона. Если по каунтерам больше ничего нет, вопросов нет, то давайте перейдем к последнему классу. Да. Да, написано, что каунтер не создает ключей, его нет. Это написали каунтер отверстие по сути мы каунтер д плюс один. Вы здесь? Да, но здесь это мы присвоили новое значение. То есть это было бы то же самое, что это же эквивалент тому, что равно каунтер д плюс один. Да, но да, смотрите, тут история про что? Когда вы обращаетесь каунтер, чтобы прочитать значение, он вам ничего там внутри не создает, он просто вам возвращает нолик. Но когда вы туда что-то записываете, соответственно, это значение появляется. В дефолт дикт появляли значения даже тогда, когда мы обращались на чтение. Именно поэтому работал пример с категорией, когда мы кодировали элементы внутри списка. Теперь про класс name tuple. Зачем он нужен? Предположим, что у нас есть файлик documents, который, возможно, вы помните с предыдущего занятия. Он содержит в себе три столбца. Первый столбец некоторый идентификатор, второй столбец это ссылка и третий это время создания файлика. Я хотел бы создать класс, в котором я мог бы обращаться к распаршенным строкам, соответственно, получать значение айдишника с помощью атрибута docid, ссылку с помощью атрибута url и время с помощью timestamp. Для этого мне потребуется name tuple. Name tuple имеет следующий интерфейс. Сначала вы передаете то имя, как у вас будет называться созданный вами класс. А дальше вы указываете, какие атрибуты будут храниться в этом классе. давайте вызовем. И я вижу, что на каждой строке я получаю объект класса document, при этом в нем зафиксированы поля docid, url и timestamp. можно посмотреть, поля есть у вашего экземпляра класса. В чем прелесть name tuple. Прелесть в том, что вы можете обращаться к атрибутам по имени, а еще вы можете обращаться к ним по индексам, что тоже в целом здорово. Name tuple нужен для того, чтобы не писать что-то вот типа такого. Class document def нет согласитесь, вот такая запись, гораздо короче, чем вот эта, плюс обладает еще дополнительными методами и дополнительным способом индексации по позиции. Есть метод dict, который приводит ваш name tuple к словарю, и дальше вы можете работать с ним уже просто как словаря. В name tuple атрибуты защищены от изменений, то есть нельзя так просто взять и поменять атрибут. Он сохраняет неизменяемость так же, как и обычный кортеж. Чтобы поменять в нем значение, нужно использовать метод replace. Здесь я говорю, что в кортеже name tuple нужно поменять URL на hubber.com, а timestamp на нолик. В name tuple можно передавать значение по умолчанию. В первом случае я их не передал, поэтому вижу, что произойдет ошибка, мне нужно передать и docid, и url, и timestamp. Значения по умолчанию передаются с помощью аргумента defaults. Вы указываете кортеж, в котором говорите, что docid по умолчанию будет равен минус единичке, url по умолчанию будет равен нулю, none, а timestamp равен нулю. давайте создадим объект. Не получилось, потому что версия питона, возможно, нужна версия питона постарше. По-моему, с версии 3 и 7 и 7 она должна уже работать. У кого-то отработало? Да. Ну, хоть у кого-то отработало. Просто имейте в виду, что в целом такая возможность есть. И в завершении занятия давайте еще поговорим о том, какие альтернативы есть name tuple. Есть следующая альтернатива data class. Data class опять не хватает версии питона. Data class позволяет вам объявлять классы следующим образом. Вы указываете имя для своего класса, а дальше указываете, какие в нем атрибуты есть. При этом вы указываете тип атрибута, который там будет храниться. Вы можете указать значение по умолчанию для атрибута. Например, я хочу, чтобы timestamp у меня по умолчанию был равен нулю. Ну и на такой data class мне нужно навесить декоратор data класс. Важно понимать, что несмотря на то, что вот здесь я указал типизацию, что docid у меня это должен быть обязательный int, url это обязательно строка, на самом деле никакой проверки на типизацию при создании объекта не будет. Это нужно только для того, чтобы проверить, чтобы использовать статическую проверку типизации. То есть, например, вы пишете код в своем IDE-шке какой-нибудь, например, в PyCharm, и в ваш класс документ вы в docid, например, передаете none. Тогда IDE-шка вам подскажет, что здесь у вас что-то происходит не так, сюда должно передаваться значение типа int. Но если вы запустите этот скрипт, то у вас по-прежнему все будет работать. То есть в docid по факту можно передавать все, что угодно. И в url можно передавать все, что угодно. И в timestamp можно передавать все, что угодно. Пример, который у меня не запустится, поэтому я проговорю его на словах. Можно получать обращаться к элементам датакласса по атрибутам. То есть docid url timestamp. Обращаться по индексу, как мы это делали в nameTuple нельзя. Так как мы в document указали значение по умолчанию для последнего значения, для последнего аргумента ts, то в этом примере мы можем создать экземпляр класса document в последнем атрибут timestamp будет иметь значение по умолчанию, то есть равную нулю. Ну и в датаклассы да, можно добавлять свои собственные методы, например, метод sdict, который конвертирует мне мой датакласс в словарик. Этот пример у меня тоже не отработает, но у вас версия питона должна быть постарше, поэтому у вас это, вы можете убедиться в том, что это работа. Есть ли вопросы по этой части? Окей, если вопросов нет, тогда это все. Спасибо.